Я, Сергей Никольский, рассказываю про голландскую живопись Золотого века, приветствую всех на своём канале, и сегодня будет про самую непонятную картину Золотого века. Вообще-то в самой картине загадок нет, но вот откуда взялся художник, её написавший, неизвестно. История искусств иногда удивляет чудесами. В 1657 году знатный и богатый гражданин города Хасселд Николайс Ван Галлен получил заказ на украшение зала городского совета. Город Хасселд был совсем небольшим городком, там жило тысяча человек, и находится он в провинции Овер-Айселд. Ван Галлен, который не был профессиональным художником или был, написал большое полотно, 193 на 213 сантиметров, которое до сих пор украшает зал ратуши. На картине изображена драматическая история. Граф Вильям III, добрый, повелевает обезглавить злодея Бальи, это что-то вроде шерифа, который подменил превосходную и откормленную корову у бедного крестьянина своей, тощей и никуда не водной коровой. Смысл картины – честность и справедливость властей, а поэтому муниципалитет ее и заказал. Картина превосходная, необычная, выделяется из всей голландской исторической живописи 17 века и с абсолютно непонятной художественной родословной. Эдакий Иван, не помнящий родства в мире голландской живописи. И откуда картина взялась – это неотвеченный вопрос. Вот и сама картина. Но я должен с грустью сказать, что за несколько столетий многие краски выцвели, а в 1900 году, во время дублирования на новый холст, полотно было, ну, как обычно, безнадежно испорчено. Все темные цвета стали черными и слились в несколько грязных пятен. Подобное случилось с огромным количеством произведений всей мировой живописи. Ну, достаточно вспомнить ночной дозор Рембрандта, который на самом деле был дневным дозором, а просто потемнел. О загубленных картинах я говорил в одном из своих первых видео. Однако о почерневших холстах все равно пишут статьи и книги, о почерневшем Рембрандте сотни томов. Что ж, Ван Галлен тоже достоин разговора. Итак, самое удивительное, что нам непонятно, откуда взялся художник. Мастера, таланты, гении и шедевры не падают с неба на парашюте. Художник начинает учиться, учится, старается найти свое лицо, находит, работает. Потом, может быть, создает шедевр, у него появляются свои ученики, которые ему подражают. От художника остается след. А здесь мы не знаем почти ничего. Причем картина на самом деле отличная. Когда я впервые увидел ее черно-белую репродукцию, то я сразу же поехал в город Хассел смотреть на то, как отрубают голову. Сначала о сюжете. Известный по хронике города Гауда 1478 год, рассказ стал популярен около 1600 года у городских властей. Первые изображения встречались еще в XVI веке, и смысл сюжета – это кровожадное правосудие. Мол, хотя мы казним за малейшие проступки, но мы – честные и справедливые. Вон даже нашего шерифа казнили. Существует по крайней мере четыре картины с этим сюжетом, ну а еще были рисунки, еще были гравюры, еще были витражи, украшавшие окна муниципалитетов или судов. А почему? А потому что власти в Голландии почитали и до сих пор почитают своим долгом подданных запугивать. И у них, кстати, получаются. Специальные мечи для обезглавливания преступников висели в разных муниципалитетах, например, в Девентере, ну и в Хасселте тоже такие мечи висели. Еще было подходяще вешать в мэрии картины со страшным судом, судом Соломона или судом Камбиса, где новоназначенного судью заставляют сидеть на кресле обтянутом кожей его отца, тоже судьи, ибо тот был несправедлив и за это наказан. Сын таким путем должен был не забывать о справедливости и вести себя паинькой. «Не спорьте с нами, мы страшные и сильные», говорили власти. «Уважайте нас и бойтесь». Вильям Добрый на картинах и гравюрах в соответствии с хроникой изображался больным и в кровати, поэтому его фигура на полотне Ван Галлина так странно расположена, она слева в розовом плаще с золотым шитьем. Но и при смерти граф не расставался с самым для себя важным, с мечом для казни, который сразу же и вручил палачу, с которым тоже, конечно, никогда не расставался. Это сюжет. А теперь про живопись. Сначала про композицию. Она нестандартна. Художник, а значит и зритель, смотрит на сцену снизу. И действительно, зритель стоит под картиной. То есть мы присутствуем при казни и не с удобных антресолей взираем, а стоим на площади и пялимся вверх, на эшафот. Хороший прием, но чтобы картина стала из ряда вон выходящей, чтобы цепляла, одного приема недостаточно. Вообще очень непросто объяснить, почему картина хороша. Тут ее надо сравнить с другими историческими картинами. И вот голландцы писали картины начетнически. Что это значит? Художник детально обговаривал с заказчиком, какого размера должен быть холст. Сколько фигур будет там изображено и какие фигуры. Сколько заказчик готов ему заплатить. И после этого он решал, как картина будет написана. Например, блеск золотых предметов будет изображен со всей тщательностью или спустя рукава, быстренько. А металлический блеск – это обычная деталь на исторических картинах, которая стандартно оживляет любое историческое голландское полотно. Словом, клиент и гонорар решали многое. И после этого голландцы равномерненько расставляли фигуры на холсте, вручали им нужные атрибуты в руки, чтобы сразу было ясно, о чем тут речь, и картина готова. Вот тот же самый Вильям Третий и «Казнь Бальи» есть и другого художника за 36 лет до Ван Галлина. На самом деле, картина старомодна и в манере самого начала XVII века. Темноватое полотно для муниципалитета города Алкмар. Как обычно, у голландцев художник писал по коричневому фону. По-коричневому, чтобы добиться единства, чтобы фигурки не выпадали, а чтобы смотрелись вместе, чтобы ничего не рвало коричневую поверхность. Эту задачу трудно решить, если грунт белый. Художник выбрал карикатурных персонажей, чтобы мы все поняли. Для самых непонятливых он поместил сбоку надпись, объясняющую, что тут изображено. В общем-то, это комикс. Не гармония линий и пятен, а рассказ, который не является живописью. Сейчас такие истории рассказывают в коммерческом кинематографе. Все понятно, и сюжет всем ясен. Однако настоящая живопись требует чего-то иного. Я говорю здесь не про современное искусство, где восторжествовала концепция и прочая ерунда. Я тут о настоящей, фигуративной, станковой живописи, где художники должны изображать не кадр из фильма, а нечто другое. Что именно определить непросто, потому что каждый настоящий мастер ищет свое. Например, некоторые ищут в натуре цвет и колорит. Другие пытаются передать впечатление, ощущение. Третьи хотят так обобщить увиденное, чтобы зритель удивлялся, почему он видит в двух пятнах краски две фигуры, мужскую и женскую. Хотя на самом деле это краска. Задачи таких бесконечны. Только смотри, думай и пиши. И вот Ван Галлен такие задачи перед собой ставил. Объясню еще раз метафорой сравнения. Если бы солидный голландский мастер 17 века писал шахматную доску, то композиция была бы понятна. Она была бы правильной и скучной, он расставил фигурки бы так, чтобы каждая была видна. Подход Ван Галлена другой. Неожиданный ракурс, игра света и тени, не фронтально представленная героя, а динамика. Отличался, отличался Ван Галлен от своих современников. Ван Галлен, конечно, писал 17-ти веково. Но он писал и нечто другое, нечто сверх этой схемы. И для меня самое главное в картине, это аранжировка темных и светлых пятен, даже учитывая то, как потемнели темные краски. Все равно там глубина, объемность и трехмерность. И это сделано умно. Левую сторону холста держит сидящий секретарь, на которого не падает ни единый луч света. Такая фигура, которая темным силуэтом контрастирует со светлым и цветным действием, называется репуссуар, стандартный прием, но у Ван Галлена появляется и эхо. На заднем плане это темные копейщики. Получается темная рамка. Но это еще не все. Эта рамка оживляется светлыми пятнами. На переднем плане это открытая книга, а на заднем плане это одежда советников Вильяма Третьего. И вот между этим двойным темно-светлым обрамлением разыгрывается драма. Фигуры палача и бальи вылеплены тщательнее и объемнее прочих действующих лиц. И хотя пигменты на картине потеряли цвет, но видно, как художник попадает в тон. Я часто упоминаю тон, объяснял это, объясню здесь еще раз. Что такое тон и что такое попасть в тон? Допустим, нам надо изобразить, ну скажем, коричневые волосы, освещенные солнцем. Как это сделать? Если мы возьмем просто коричневую краску, похожую на волосы брюнета или брюнетки, и начнем закрашивать и сделаем где-то чуть светлее, а где-то чуть темнее, то реализма никакого не получится. Это будет механическое сообщение, что вот у человека коричневые волосы. С той же самой убедительностью мы можем сказать, что у человека волосы по шкале понтона 168C. Скажет вам это что-нибудь или нет? Вряд ли. Потому что живопись это все-таки передача визуальной информации. Надо, чтобы вы сказали, о, я такие волосы видел у своего знакомого или у своей знакомой, что-то в этом роде. И этого можно добиться, если понять, как устроен цвет. А цвет устроен хитрым образом. Если коричневые волосы осветить солнцем, то там, где будет цвет, они будут желтовато-коричневые, даже коричневого там будет меньше. А там, где будет тень, они будут синевато-темные. Собственно, коричневого там не будет. Но этот оттенок волос мгновенно вами узнается, если художник нашел эти цвета правильно, если он попал в тон. Причем, надо сказать, что эти цвета меняются в зависимости от того, какого цвета фон. То есть это непростая задача. И мы говорим только про волосы. А ведь попасть в тон надо и с одеждой, и с небом, и с деревьями, и со зданиями, и с мебелью, со всем, что есть на картине. И художники справляли с этим нечасто. Голландские художники тоже. Они, я как говорил, писали коричнево. Первый и едва ли не единственный, кто приходит на ум, это Вермеер, который в тон попадал. И вот здесь второй случай. Ван Галлен. То есть Ван Галлен ставил перед собой задачу попасть в тон. А другие художники голландские такой задачи не ставили. Я говорю, у Ван Галлена есть еще нечто. Напомню про абсолютно нестандартную композицию, которая не фронтальная, которая снизу. И тут видно, что Ван Галлен решал художественные задачи, которые похожи на художественные задачи нашего времени. То есть, может быть, поэтому мне картина и понравилась. Вообще, я вижу, что я занялся неблагодарным делом, начал объяснять, почему картина хороша. Я не думаю, что это можно сделать. Как объяснить, почему шоколад вкусный, почему стихи хорошие, или почему музыка действует? Непонятно. Тем не менее, назвался груздем, полезай в кузов, и покажу еще несколько картин на ту же самую тему, чтобы, может быть, вы увидели разницу. Тот же самый сюжет, заказанный муниципалитетом Нардена в 1619 году художнику Симону Хенриксу. Опять-таки, большое полотно, 185 на 270 сантиметров. Здесь художник-караваджист разложил по полочкам свет и тень. Традиционно, как его учили. Там, где тень, намазал немножко черным, а там, где свет, намазал немножко белым. И, конечно же, в тон не попал. Фигуры расположил фронтально, словно те же самые правильные шахматы. Да, это за 35 лет до Ван Галлина. Ну что ж, на примере Ван Галлина видно, как голландская живопись прогрессировала и какой она совершила рывок. Еще одна картина. За 30 лет до нашей. Этот большущий холл, 161 на 325 сантиметра. Коричневый, с приличным по голландским понятиям того времени рисунком, спутанная композиция, эдако фронтально расположенная, куча мала. По бокам объясняющие клейма. Ну, я говорил, комикс, он и есть комикс. Что ж, художник хотел заработать, трудился, протирал штаны, потел, ну и заработал. Но ничего большего он не совершил. Для истории искусств интересно. Для любителей живописи не очень. Графику с этим же сюжетом про графа и злодея Бальи я приводить тут не буду, но напоследок для полного комплекта покажу дешевейшую плохую картину для здания суда в Мяудерберге. Размер 69 на 127 сантиметров. Вернусь к Ван Галлену и покажу несколько деталей, про которые художник подумал. Например, как в исторической или жанровой картине писать лица персонажей. Возможностей не очень много. Можно вместо живых мужчин и женщин писать обезличенные манекены, которых нельзя будет на улице опознать. Эдакие абстрактные люди. Это подход Вермеера, потому что у него не характер героев важен, а нечто другое. Физиономия в его картинах отвлекли бы. Можно наоборот, писать физиономии и карикатуру для разнообразия, чтобы не были там персонажи оловянными солдатиками. И тогда каждая фигура становится характерным актером. Так писал Ян Стэн, так писал Рембрандт. А теперь посмотрим на Ван Галена. Добрый и больной граф. Лицо у него без характера, но расположено по диагонали, и он в бороде и шапке. Злодей Балии. Скульптурно вылеплен, и этим отличается ото всех. Еще у него повязка на глазах. Такой драматический элемент. Палач карикатурен из-за своей прически, зато почти весь в тени, и тенью эта карикатурность ослаблена. Секретарь просто темное пятно, вид сзади. А вот лица трех советников Вильяма Доброго. Один в три четверти и выглядит манекеном. Двое анфас. Опять-таки разнообразие. Три четверти и анфас. Но на одной из этих лиц падает тень. И форма головы в тени этой лепится негативом. То есть обычно темные пятна, темные глазницы, окончание носа и подбородок там светлее остального лица. Это очень ловко найденный прием, который как раз и помогает избежать однообразия. Шляпы у всех разные. Дальше. Лица в густой тени. И снова там негатив, который оживляется лицом анфас, где опять половина головы в тени, но это другая половина, не как у советника. Когда я говорю, что художник думал, думал и думал, то имею в виду как раз такого рода решения, как показать группу людей, чтобы не было скучно и пошло. И вот Ван Галленд смог найти выход. А, например, у Рембрандта часто именно в этом провалы и неудачи, потому что совершенно неподходящие к хорошей качественной живописи карикатурные лица. И вообще повсюду видна мысль художника. Изображая деревянный подиум, можно было бы просто написать его освещенную и затененную сторону двумя разными коричневыми цветами. Если бы его писал скрупулезный бухгалтер Герард Доу, то тогда бы он там изобразил годичные кольца, чтобы все ахали. Ах, сколько работы! Ван Галленд, во-первых, попадает в тон крашеного дерева, а во-вторых, делает ребро подиума истертым, и беловатым. Точно такой бывает старая стершаяся доска, на которую наступали сто тысяч раз. Художник когда-то заметил эту деталь, запомнил ее, использовал, и потому подиум приобрел чуть большую объемность, стал чуть рельефнее и реалистичнее. Из таких находок, из мелочей, которые всего лишь на чуть-чуть лучше, чем у других художников, и получается превосходная картина, сильно отличающаяся от всей исторической живописи Голландии. и картина эта до сих пор вызывает удивление и восхищение у историков искусства, обычно в страстности незамеченных. Рисунок картины где-то хороший, а где-то слабый. Например, непонятный крен больного графа или слишком большая пушистая голова палача, которая странно приставлена к худому телу. Или правая рука секретаря, сидящего у стола с книгой, кажется слишком короткой. Впрочем, краска там так потемнела, что трудно сказать наверняка. То есть, рисунок не без греха. Но, как бывает в картинах, которые нравятся, неудачные детали не мешают восприятию. С другой стороны, если картина кому-то не понравится, то сразу же есть за что зацепиться и в чем Ван Галлина обвинить. И еще про рисунок, рисунок там объемный, большей частью крепкий, и, что важно, фигуры там сопряжены вместе. Это не механически поставленные эскизы, сделанные в разные времена. Нет, они все люди, которые находятся в одном пространстве. Это у голландцев бывает редко. И еще рисунок уверенный. И вот такого уверенного рисунка художник достигает после многих и долгих лет работы. А про Ван Галлина мы не знаем ничего. Где его остальные холсты, остальные рисунки? Их у нас нет. Теперь про цвет и тон. Ну, я тут уже сокрушался, что краски сильно изменились. Темные цвета на картине практически исчезли после дублирования на новый холст. Правда, не только реставрация погубила колорит. Долгие годы члены городского совета собирались в зале и как делают настоящие господа дымили сигарами. О картине никто не думал. И к 1900 году она была покрыта копотью сигарного дыма, который обычно не способствует колориту. Ну, и ничему он не способствует. Состояние полотна было таково, что сюжет перестал быть вполне понятен. И осужденный Бальги из-за слоя сажи долгие годы считался зрителями коленопреклоненной Сюзанной, которую вот-вот казнят по навету старцев. Копоть удалили. Сюзанна исчезла, появился Бальги, но и следующие несколько десятков лет муниципальные служащие курили опять сигары во время заседаний. Так что в 1999 году копоть пришлось чищать еще раз. После всего этого часть пигментов на картине исчезла или стала черной грязью. Выцвел и потемнел герб Хаслта слева-сверху, а затененная белая стена слилась золотым обраблением герба. Потемнело и лишилась формы драпировка справа от стены, одеяние Вильяма Доброго выцвело и приобрело невнятный розовый оттенок, цвет пропал. То же самое можно сказать и об одежде стоящих людей на втором плане. Изменился зеленый цвет наряда бальги, черная краска там забивает зелено. Хотя многие краски увидеть нельзя, но при помощи линз и компьютерной программы можно понять, какими были цвета в 17 веке. Вот у меня случайно получилась фотография в ракурсе и при определенной настройке фотоаппарата стало видно, что секретарь суда, сидящий рядом с открытой книгой, был изображен в сером, а не черном одеянии. Сапоги его были светлее и написаны теплой краской. Стол перед ним был накрыт синий скатертью с узорами, а не черной без узоров. Книга законов перед секретарем была с красным, а не черным обрезом. То есть глаз без линз, без специального вооружения, а видят все это темным, и ах, как жаль, что цвета пропали, что лепка фигур пропала. Картина написана зрелым, умелым, талантливым художником, а хорошая живопись из ниоткуда не появляется. И тогда возникает вопрос, а где другие работы этого мастера? Путь к такому полотну обязательно должен прослеживаться. Чтобы достичь подобного уровня живописи, надо учиться и долго учиться. Писать сначала стандартно, как все, потом нестандартно, получать заказы, но от целой этой жизни нет следа. Художник уровня, ну не знаю, ради красного словца скажу, уровня Вермеера. Писал, писал, писал свои картины, а потом они исчезли и сам он пропал. И не осталось почти никаких свидетельств о нем, о его заказчиках, о его учениках, о вчителях. Это в Голландии, где со средневековья хранят все бумажки, квитанции, записочки, амбарные книги и прочие документы, которые мне даже и не вообразить. Про Ван Галена регента, а он был регентом, мы что-то знаем. Знаем, когда он родился и умер, чем занимался, но с какой стороны к нему пристегивается художник, загадка. И наше знание о голландском искусстве оказывается скомпрометировано. Оно и на самом деле скомпрометировано. Например, Симон Хенрикс, картину которого я показывал, тоже вполне состоявшийся мастер. От него осталось три исторических полотна и пара портретов, а должно было сохраниться несколько сотен работ. Словом, как я и говорил в своем самом первом видео, в голландской живописи нам очень многое неизвестно. Но для историков искусства это очень неудобно, потому что как сказать, а мы ничего не знаем? Какой же ты ученый, если ты ничего не знаешь? И проблема Ван Галена искусствоведы пытались разрешить? Например, Боб Хак, известный знаток голландского искусства, автор вот такого кирпича, посвященного голландской живописи, про Ван Галена написал в самом начале. Вот здесь. Неизвестность так ему досаждала, что он написал, что на самом деле художником был некий Абрам Вандерпланке, кстати, о котором нам тоже ничего не известно, кроме того, что он неподалеку покупал краски, а квитанция сохранилась. Я говорил же, что голландцы сохраняли свои бумажки. Якобы так случилось, что он написал картину, а подписал другой, потому что Вандерпланке не был членом гильдии художников, а наш Ван Гален был. И вот он-то и подписал чужую картину, чтобы обойти закон. Из этого Тома Хака Вандерпланке, проникав другие книги и статьи по голландскому искусству, как будто бы замена неизвестного Ван Галена на еще более неизвестного Вандерпланке решает проблему. Да и вообще какой-то бред. Если по закону не художник не мог исполнить картину на заказ, то выходит, что Ван Гален художником был, заказ получил, на картине поставил свою подпись, деньги за картину получил, но автором ее почему-то не был. Зачем, скажите, все эти экзорсисы? Есть предположение побезумнее, например, что не сам Ван Гален написал картину, а написал его двоюродный брат, о котором вообще ничего не известно. Но это мне напоминает историю, что на самом деле пьесы Шекспира написал не Шекспир, а его родной брат, который тоже был Шекспир. Историкам искусства, конечно же, мешает, конечно же, запутывает, что Ван Гален был из благородной семьи, он возглавлял в Хасселке больницу, потом открыл там банк, и вдруг параллельно был еще каким-то художником, что это за дела такие. Саму картину тоже не знают, куда приткнуть. Например, Хостеде Гроуд, известный искусствовед, считал, что это караваджистская картина. Другие ученые считали, что эта картина принадлежит так называемому голландскому классицизму. Ну, если есть два таких разных мнения, то понятно, что никто ничего не знает, и что картина до сих пор остается подвешенной, никуда она не относится. Теперь об одном мотиве на картине, который мог бы помочь, но который не помог. Я говорю о столь любимом Вильямом Третьем Палаче. Так что с ним? Центральная группа на картине Палача осужденной напоминает рисунок Рембрандта 1640 года из британского музея. Поза та же самая. Вообще она напоминает и афорт Рембрандта. Вот афорт, а вот я его перевернул. Именно так Рембрандт гравировал свою доску. Напоминает эта поза и несколько композиций и копий, которые происходят из мастерской Рембрандта. Видно, что эту группу ученики и сам Рембрандт рисовали с нескольких сторон, как они это часто делали с моделью. И вот на минуту показалось, что можно протянуть ниточку от этих сцен к Ван Галину, что вот она хоть и скромная, но привязка к определенному адресу голландского искусства. Увы, увы, вообще картин с обезглавливанием старые времена оказалось много. Любили этот сюжет и постоянно его писали. Куда ни взгляни, повсюду святые Екатерина, Варвара, Иоанн Креститель, Георгий, апостол Матфей или Павел. Всем им отрубили голову. И еще много алафернов и галиафов, которые тоже лишаются голов. И вот начинаешь отрубальщиков голов перебирать. И понимаешь, что мысли художников разных школ и разных эпох большую частью были похожи, что отсекающий голову человек из разряда голливудских тропов, когда на каждую определенную сцену у режиссера находятся одни и те же человеческие типы, один угол зрения и похожая поза, которые вопросов у публики не вызывают. Это самое главное, чтобы публике было понятно. И вдруг большинство лиходеев оказываются близнецами. Действительно, как европейскому художнику изобразить палача-злодею-убийцу? Ну, нельзя, чтобы тот был усталый, грузный, лысый и пожилой обыденный. Не-е-е-е. Кат должен глядеться зверюгой. Желательно фигуру змеевидно перекрутить. 400-500 лет тому назад человек-штопор казался лучшей выразительностью. Вообще, погубитель должен не просто мелким движением казнить, а широко взмахивать поужаснее, чтобы клинок выигрышно выдавался влево или вправо, чтобы все сразу понимали, кто тут злодеец. Еще, конечно, заплечный в дел мастер должен быть с дикой прической, как в нашем случае, или носить тюрбан. Когда, например, на картинах показывали казнь святой Варвары, то она всегда такая наша европейская невинная красавица, уродившаяся белоснежной. Ее же отец, который саморучно дочку казнит, черняв, темнокож, восточного вида, хотя по паспорту и не араб, и не турок, и он всегда в тюрбане. И тут вообще видишь узость коридора, по которому шло европейское искусство. Как одними и теми же тропами оно пользовалось и никуда в сторону не сворачивало. Так что и здесь Ван Галлина нельзя никому привязать. Картина повисает в воздухе. Ван Галлину я еще вернусь, а сейчас расскажу про свою удачу и город Хассел. Редко случается увидеть живопись не в музее, а точно на том же самом месте, которое и имел в виду художник. Наше полотно вот уже более трех с половиной веков висит на стене, для которой оно и было предназначено, ну, более или мнение. Сначала там был камин, верх которого картина и венчала, потом здание перестроили, камин исчез, но картина осталась. И мне выпала удача увидеть правосудие Ван Галлина в зале городского совета, и я удивился, что яркий дневной свет, который лился из-за многочисленных окон не слишком большого помещения, был явно недостаточен, чтобы живопись рассмотреть. Картина оказалась темным пятном на белой стене, и это солнечным днем, который в серой Голландии не так уж и обычен. Словно живопись никому не интересна, а магистрат города Хассел удовлетворялся мыслью, что заседает в достойно обставленном и украшенном зале, и даже большая серьезная картина у них есть, все как у людей. Вероятно, от полотна и не требовалось ничего большего, что рассматривание живописи это позднее хобби, а в 17 веке было важно, что картина есть. Вроде бы не существует никакого исследования на тему, что голландцы могли и что не могли разглядеть на картинах в своих темных комнатах. А было бы интересно почитать научные статьи на эту тему, и здесь я еще расскажу, как важно, когда не меняется место, и вообще, как важно смотреть на картины живьем. Вдруг появляются вопросы ниоткуда, и ты даже не представлял, что спросишь это, когда смотрел на репродукцию. Не только яркое сонто за окном не помогло мне рассмотреть полотно, но и обычное электрическое освещение было слишком неудобным и слабым для этого зала. Музейного же вида лампы, специально установленной, чтобы освещать живопись Ван Галена, тоже оказались бесполезны. Когда их включали, живопись становилась желтой, а краска начинала сильно отсвечивать. По всему выходило, что и сейчас никто не ощущал необходимости в картину вглядываться. Правосудие графа Вильяма Доброго известно искусствоведам, которые занимаются голландским искусством. Картина обязана висеть в городе Хассел. это было условие реставрации в ряде музеями 1901 года. Ее иногда возят на разные выставки, на выставке 2-3 ее возили всего. Ее можно увидеть в день монументов, когда важные исторические здания в Голландии открывают, а так она публике в общем-то недоступна. Мне повезло. Я позвонил по найденному в интернете телефону в муниципалитет Хасселта, и мне ответили и ужасно удивились, потому что это было первое после целой зимы бездействия встреча собрания служащих муниципалитета, и вот они ответили на телефон, узнали, что я хочу посмотреть картину, согласились со мной встретиться и открыть зал, действительно встретились и открыли зал, и мне удалось картину увидеть, а так картина недоступна, и очень жаль, потому что на самом деле выдающееся полотно в итальянский Сан-Сиполькаро ради одной картины Пьера де Ла Франческо ездят толпы туристов, могли бы ездить и сюда, но картина не раскручена. И по голландским понятиям городок Хасселл, небольшой, там 7 тысяч жителей сейчас, находится далеко от города Зволлия, два раза в час туда медленно спешит автобус, поездка занимает 20 минут. Кроме суда Вильяма Доброго зал муниципалитета в Хасселке украшает еще три картины. Первая это одна из бесчисленных копий Смиревельтовского портрета Морица Аранского. Это местный Ленин той поры, и он неизменно висел во всех местных обкомах той поры. Портрет висит на камине, который был возведен позже, и который картина Ван Галлина не могла украшать просто из-за своего большого размера. Слева от Морица висит плохонький, старательный, еще более чем Ван Галлин, отсвечивающий Динарий Кесаря, 1675 год, написанный из гравюры, исполненной по картине Рубенса 1612 года. Из-за того, что образцом была гравюра, композиция Рубенса зеркально перевернута. Третий холст «Нахождение Моисея» 1630 года, полупрофессиональная картина анонимного полупрофессионала. Почему я рассказываю о других картинах в зале совета? Потому что именно такого рода живопись смотрится там на своем месте. Удивление не вызывает. На аукционе ее оценят в несколько сот евро. Она никому не нужна. и вполне подходит этому игрушечно-пряничному голландскому городку. И вдруг там же на одной из стен непонятно откуда взявшийся шедевр. Как странно. Если известно имя какого-то художника, какого-нибудь старого мастера, то оно просто так не пропадает. Его обязательно постараются использовать. И вот имя Ван Галлина тоже не осталось без дела. Ван Галлину приписывают еще четыре холста, которые дело никак не проясняют. Два из них это плохие пейзажи. Утверждают, что они подписаны Ван Галлином. Я не верю. Пейзажи эти иногда появляются на аукционах. 1954 год Кристис в Лондоне, 1994 год Филипс в Лондоне. Если все же на самом деле подписи там есть и они настоящие, то тогда еще непонятнее. Как такой криворукий художник мог написать правосудие? Если художник другой, то старые недоумения остаются. Есть еще одна картина, которая может быть Ван Галлина. Она подписана и, судя по всему, подписью нашего Ван Галлина и датирована 1648 годом. Там написано «Ник в Гале исп». Исполн то есть 1648 года. В галерее, которая продала эту картину, в Дауэс Файн Арт, картине дали странное и смешное название. Граждане и солдаты с удовольствием перекусывают в руинах голландского города. Ну, картина лучше пейзажей, что нетрудно и нестандартная. Она в чем-то неумелая. Фигура разномасштабная, рисунок хромает. Помните, я говорил, что у Ван Галлина фигура сопряжены. Но картина написана за 10 лет до правосудия. Может быть, тогда он еще не умел. И здесь не караваджизм и не классицизм, а что-то странное. Перекусывающих с удовольствием я сам не видел. Ничего не могу о них сказать. Конечно, велик соблазн начать сравнивать складки и лица там со складками и лицами из Хаселта. Но подобные занятия всегда бессмысленны. Всегда можно найти похожее чего угодно на что угодно. На этой панели нет черных и мертвых пятен, нет темного и коричневого фона, вся картина цветная, таким, вероятно, было когда-то появилась вторая картина, то значит был Ван Галин художником. Был да сгинул. Удивительно. Имя Ван Галина привлекает не только продавцов искусства, но иногда и ученых, и искусствоведов. Сейчас я покажу картину, к которой однажды имя Ван Галина прилипло, считалась она Ван Галином сколько-то там лет, а потом имя отвалилось, и теперь это другой художник. Ну, так традиционно бывает, когда никто не знает, кто картину написал. Картина из Лоу-Арт-Музеум в Майами, где непонятно ни сюжет, картину называют «настигнутый вор» или иногда «неровня», имея в виду разновозрастность пары, почему-то решили, что это любовники. Автор неизвестен, а потому в разные времена говорили, что картину написал «Фоскейл», потом говорили, что это «Хантхорст», что это «Паулос Бор», что это неизвестный художник, что это «Ван Галлен», а сейчас вот музей озарило и решили, что картину написал Питер Де Гребер. То есть по-прежнему автор высосан из пальца, можно сказать, что это голландская школа. Словом, картина такая же загадка, как и наша. Из-за непохожести на коричневых малых голландцев и хорошего рисунка ее приписывали неведомому Николаесу Ван Галлену. Картины этой вживую я тоже не видел. Ничего не могу сказать. Относительная безвестность этой картины связана с тем, что люди живописью обычно не интересуются, а еще что про картину и про художника нет никакой увлекательной истории. А без этого, а без этого в нашем мире ничего не продается. Для меня полотно в Хаслте остается загадкой. Никто эту загадку не разгадает. Ван Галлен свалился с луны, написал прекрасную, странную, современную картину и исчез навсегда. Спасибо за внимание и до новых встреч. Спасибо.